Так, сделаем оснастку для зимней удочки на леща с коромыслом и сигнализатором поклёвки. Для этого берём удочку. Наш сигнализатор поклёвки, электронный сигнализатор поклёвки, заказывал его на Авито. Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Далее продеваем через вот этот полукольцо леску. И далее у нас отверстие вот на этом шарике. Из него также продеваем. Оно здесь также сделано, что можно леску скинуть и вытянуть. Не обязательно. То есть, оснастка в принципе разборная. Леску продели. Шарик задвинули. Всё. Куда у нас не денется. Берём коромысло. Взял готовый, тоже ни разу не ловил коромысло. В магазине взял по 100 рублей. Взял 2 грамма и 4 грамма. То есть, на конце лески привяжем вертлюжок, чтобы удобнее было менять коромысло под определённые условия ловли. Мало где-то течения. Соответственно, грузик должен будет побольше. На стоячей воде уже. Соответственно, можно и повесить поменьше. Привязываю вертлюжок. Смачиваем, соответственно, узел. Смачивать не стали, но так для образа. Смачивать, чтобы, соответственно, наш узел не переварил. Отрезаем лишнее. Берём наше коромысло. Для примера возьмём сейчас 2-граммовое. Цепляем за наш вертлюжок. Цепляем за наш вертлюжок. И вот она, наша оснастка. В принципе, готова. Сейчас продемонстрируем. Включим сигнализатор. Так вот. Идёт поклёвка. На опускание. Соответственно, клюёт на подъём. Всё прекрасно срабатывает. Если вдруг кому-то шум очень громкий, можно вот это отверстие заклеить. Будет, в принципе, просто светить. Но остаётся только тестировать на воде. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok